Владимир Иванович Журавель Божий дар, не каждый мог так любить футбол, понимаете, он никогда ничего не просил, он полностью был отдан футболу, но из того нашего поколения он был лучше Он всегда был такой неформальный, теневой лидер, то есть он никогда, ну из-за его скромного характера, он себя никогда не выпячивал, он не любил много разговаривать, умел слушать, умел выслушивать и, ну, умел там свою работу делать так, что, ну, к нему тянулись Ну, из-за того, что он был не такой многословный, всегда от него хотелось что-то услышать всем По инициативе клуба болельщиков Минского «Динамо» было принято решение увековечить память игрока и тренера нашей команды Огромное спасибо всем, кто внес свой вклад в реализацию этого важного проекта Мемориальная доска установлена по адресу Минск, проспект Победителей, 3 В этом доме мы с Владимиром Ивановичем прожили 20 лет, здесь он был игроком, потом стал тренером, родились наши дети Поэтому я очень благодарна за проделанную работу, что появилось место, в котором можно подойти в любой момент, вспомнить о нем Большое спасибо всем друзьям, футбольному клубу «Динамо» Минск Владимир Иванович начал тренерскую карьеру в Жодинском «Торпедо» Неоднократно завоевывал серебряные медали с солигорским шахтером Впервые в новейшей истории вывел Минское «Динамо» в групповой этап Лиги Европы УЕФА В успехе Солигорска огромная заслуга именно тренера Потому что он создал такие условия для футболистов, когда полное доверие было им в коллективе Была взрослая команда, и все друг другу доверяли В принципе, он не проверял ничего и очень требовательно относился к тренировкам Можно сказать, нашел подход ко всем, к каждому человеку Хотя были все сложные характеры, все выходили, рвали и метали И вспоминая каждую пресс-конференцию с Владимиром Ивановичем Это, конечно, интересно Он когда идет на пресс-конференцию, он волнуется И у него всегда часы, и он так играет с ремешком часов Начинается пресс-конференция, он так раз, спрятал и начинает говорить И когда он начинает говорить, это абсолютная уверенность человека в своей правоте Он очень выигрышно смотрелся перед всеми тренерами-конкурентами Даже если результат складывался не в нашу пользу Он привел футбольный клуб «Гомель» к победе в первой лиге Под его руководством «Динамо» Брест завоевала Кубок Беларуси Открытие Горельефа состоялось 18 ноября В день, когда не стало Владимира Ивановича Но память о нем будет жить в сердцах многих людей Которые его любили, уважали и ценили Володя всегда с уважением относился к старшим И я с большим уважением к нему относился Потому что наш человек был очень хороший Что с ребятами очень хороший контакт у него всегда был налажен Но это давало свои плоды ему И с «Шахтером», и с «Динамо», и с другими командами, где он работал Он добивался очень хороших результатов Мне с ним вообще было комфортно, потому что как-то у него душа такая добрая И я нашел общий язык И как бы само то, что у нас получалось вместе работать Все хорошо у нас Это человек с большой буквы Он не только был хорошим тренером, но еще порядочным человеком Который вставил всегда Всегда можно поставить его в пример Потому что он был всегда порядочный И относился ко всем одинаково И мне было это приятно Потому что это был мой первый год, может быть, в основной команде Когда я был еще только перешел на этот уровень И я не чувствовал ничего Ну, чувствовал только поддержку И сейчас я понимаю, что это, конечно, было хорошо И теперь в Минске появилось достойное место Куда можно прийти и вспомнить футболиста, тренера Настоящего «Динамовца» Человека с большой буквы Проспект Победителей 3 Именно здесь жил Владимир Иванович Журавель Продолжение следует...